Я внутренне глубоко убеждён, что Бог, давший нам свободу сущностную и такую настоящую, не отнимет её и после. И что в этом смысле человек, которого Бог не переключает неким тумблером здесь, сплохого на хороший, а даёт самому возможность, ну даже просто прикоснуться, он включится. Вот самому грешному даёт возможность нажать кнопку, и режим спасения в твоей жизни заработает. Он точно так же не включает этот тумблер и после, потому что ты будешь не ты, если тебя принудительно переделают вечности. Уж не переделался сейчас, не переделают ты вечности. А дальше начинаются степени и ступени. Мы, конечно, надеемся на то, что спасаются, я сейчас скажу, и меня потом обвинят, но пусть, я скажу, потому что в это крепко верю. Я крепко верю, что есть надежда спасения не только для тех, кто пребывает в канонической ограде поместных православных церквей. Я имею надежду о том, что есть надежда спасения Аганна Себастьяна Баха. Вот имею надежду. Я имею надежду, что коммунист генерал Карбышев и коммунист Александр Матросов имеют надежду на спасение вечности, что что-то подобное тому, что пережил благоразумный разбойник в последние миги своего существования, и они могли пережить. Я надеюсь, что мы не кальвинисты, которые считают, что одних Бог предупредил к погибели, а других к спасению. Я надеюсь, что те из них, кто закон совести исполнял в своей душе, имеют надежду на спасение. В вечности глубоко убежден, нет и не может быть иной церкви, кроме церкви Христовой. Нет иного Бога, кроме Бога в Троице Слаемого. И только через встречу с ним обретается рай. Но я надеюсь, что человек, исполнивший нравственный закон в главном, может быть церкви Христовой сопричтен.